Сегодня новый терминал аэропорта Красноярск отмечает месяц работы. Напомню, его строительство делалось полтора года и обошлось в 5 миллиардов рублей. О новых направлениях, о том, какие недочеты исправили и что еще предстоит сделать, расскажет Алина Сануева. Сегодня, в первые месяцы, мы показываем динамику плюс 33% к прошлому году. За этот месяц аэропорт заметно набрал обороты. Правда, еще не работает зона международных вылетов, пока рейсы совершаются из старого терминала. Ситуация изменится во второй половине года. Из-за технических работ на перроне по-прежнему не функционирует ни один из шести телескопических трапов. Учитывая 40-градусные морозы в Красноярске, это было бы кстати. Зато для удобства пассажиров внутри здания исправны 21 лифт и 4 эскалатора. Очень, конечно, большой, красивый, современный, но не хватает уюта какого-то, домашнего чего-то. Так, очень большой экран, красивая картина, есть, конечно, что показать. В Красноярском крае. Красиво, современно. Только бы вот выход, показать где, заход в аэропорт. А так все хорошо. О дополнительной навигации говорит руководство аэропорта. Обещают, информативные знаки появятся в ближайшее время. В зоне посадки и высадки пассажиров теперь можно бесплатно находиться 10 минут. Сниженная цена на парковку. Час стоит не 300 рублей, а 200. В целом, к вопросам безопасности движения в аэропорту намерены подходить решительно. Был приобретен эвакуатор. В ближайшее будущее в тестовом режиме начнет работать эвакуатор с парковочным оборудованием «Паркон». Сначала в тестовом режиме с целью привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, нарушающих правила парковки. С этой ситуацией будем бороться. Недопустимо ломать изгородь, недопустимо ходить по газонам и нарушать правила дорожного движения. Красноярцы жаловались на недостаток посадочных мест. В так называемой стерильной зоне добавили еще 300 кресел. Заработали и розетки в зале ожидания, но их по-прежнему немного. Сейчас работает два кафе, но крупные рестораны и магазины еще не появились. Гораздо приятнее смотреть, когда вот этого всего нет. Просто интересно, когда все доделается и когда люди будут приходить, и будет вот все, полный выбор. Если мы с вами будем рассуждать подобным образом, мы с вами можем сделать просто торговый центр, либо даже черкизовский рынок, дойти до такого. Сделать просто торговые ряды, в которых никого не будет. Поэтому я не вижу смысла в том, что мы с вами давайте сделаем все и сразу. В планах организовать 15 точек питания на любой вкус и кошелек ориентировочного апреля. Но в целом наполнеемость будет зависеть от пассажиропотока и спроса. Сейчас мы находимся в бизнес-зале. Журналистам его показывают впервые. Рассчитан он примерно на 70 человек. И что самое интересное, если вы даже не летите бизнес-классом, попасть сюда возможно. Нужно заплатить 4450 рублей. В эту сумму входят ожидания, еда, кофе, напитки и, собственно, доставка до самолета. В целом бизнес-зал получился стильным и комфортным. В конце февраля оборудуют отдельную комнату для обладателей карт Priority Pass. Пока их держатели обслуживаются в обычном зале. Появятся и новые рейсы. Сейчас развивают восточную часть. Уже открыли 9 направлений. Ближе к весне их количество увеличится. Так, например, добавят прямой рейс во Владивосток. Алина Сануева, Валерий Чащин, 7 канал.